Скажем о системе, электронной системе нынешности судейства, паузер какой-то более-менее приемлемый. Во всяком случае, сегодня уже в боксе используется компьютер, и судьи оценивают нанесенные удары нажатием кнопки, которая фиксирует компьютер. Если три судьи сразу нажимают кнопку, то есть удар фиксирует, три из пяти, то этот удар засчитывается боксеру. Хотя, на мой взгляд, есть чем подпорить, некая механичности вот такого бокса, не оценивая защитные действия и другое. Но теперь другая пара боксеров, этой же весовой категории до 48 килограммов. В ней вышли кубинец Рожелия Марселов и Даниил Петров из Болгарии. Более рослый такой, длиннорукий Петров, и сейчас вы увидите, как будет наскакивать на него кубинец. Это манера кубинская, манера боксер плотная, плиткая. И вот, где-то чемпион мира. Рожелия Марселов, кубинец, и Даниил Петров, молодой болгарский боксер. Надо сказать, что на пути к финалу Петров переиграл нашего Алика Талбандяна. Это было во втором круге отборочного турнира. Затем очень опытного венгра Лакотоши по очкам. Ну а Марселло, на пути к финалу, переиграл итальянца Консильоне. Затем канадца Тиланы. И корейского боксера О. Сон Чола. Причем именно в бою с корейцем многие специалисты считали, что кубинку отдано было предпочтение только потому, что он вице-чемпион мира. Лишь один удар, по мнению арбитров, выиграл Марселло у корейского боксера. Правда, в третьем раунде уже избегал боя. И можно сказать, последние 15-20 секунд просто убегал от корейца, который, очертя голову, бросался в атаку. Юрий Егорыч, как мне кажется, все-таки не используя своего превосходства в росте, в длине рук болгарин сейчас гадывает в ближний бой. Надо сказать, что у болгаров маленьких, и с того же степень, появился определенный определенный стандарт, что ли, в действии боксорских поединков. И Петров, наш парень, который мы сейчас видим в Болгарии, где-то действительно там изменяет. Вот сейчас, забыл, болгарский манерин. Вызов противника на атаку. Встречные удары, подходы ему в стороны. И нанесли на удары, в которых, в частности, привозят в значительные победы. В последние годы, таких маленьких, вот, как и было. Вот один, вот, шесть, и сейчас появился Петровский. Ну, наверное, только на одной дистанции, только на одной дистанции, вряд ли сложно боксировать, с такими призными мастерами. Поэтому нужно боксировать, где-то ждать, и ждать встречный плей. А потом, уже работать в своей манере, посмотрим на втором-третьем рамках, как сложится тактический рисунок и так, Ржелио Марселло Гартие. Ему 26 лет, очень опытный фаргимент, живёт в Гранданумо. Провёл около 200 боёв, он 30 и проиграл. Как я уже сказал, он вице-чемпион мира, в патре. Бакалтида Сагара, известный вам уже хорошо по телеграну наставнику путинских партёров напутываю своего ученика. Мне убрали здесь пубинку, в котором отдыхал Марцелло. Интересно, что я встречался с моим коллегой, с давним домом Сильвана Локиса, комментатором Кубинского радио. Он считает, что Марцелло может подпорить Бейтиным за первое место. Кубинцы верят, что его маленький Рожелё может выиграть золотую медаль Сидны. Но по его решению, можно сказать, что он готов выйти в пенал. Кстати, хотел бы я напомнить, что от вами сейчас В общем, видим бою призёров чемпионата. Каждый из тех, кто вышел сегодня на рил, уже как минимум обладает бронзовой медалью мирового первенства Сидны. Но победители, в те же любое, получают право бороться за золото. А вот тот, кто проиграет, это держаться лучше. Бронзовой медалью. Это, конечно, жаль. Выключаешься этот тяжеленье, призёров бронзовом чемпионата мирового бокса. Не только призером, но и вывать вместо того, но участия. Продолжение следует... ...вот статусу для чемпионата. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот как раз то, о чём я говорил, делает замечание рефери и бундантам, которые, на его взгляд, чересчур громко и увлечённо подсказывают фактёрам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот сейчас, посмотрите, по-моему, потрясён несколько Марселло, хотя не хочет показать, но сильные два удара болгарского боксёра прошли на дистанции. Опять встречный удар в разрез получил кубинец, хотя он и вице-чемпион мира. Но вот эта хвалёная, или, можно сказать, знаменитая выносливость на удары кубинцев всё-таки явно заметно сумел восстановиться Марселло. Но я имею в виду, что в четвёртинале он просто, можно сказать, последние 20 секунд убегал от своего соперника, корейца, у которого выигрывал только лишь один удар. Вот в этом он заключается, нескольство у Барселло. А может быть, поскольку информаторов из команды, которые подглядели результат к тому времени на компьютере, это маленькие хитрости, которые, наверное, не надо прятать, да? Ну, наверное, да, но боксор-то не спустя сразу узнаёт счёт, который меняется достаточно быстро. Эти хитрости, которые придумали специалисты дать оперативную информацию тренеров, секундантам, и боксорам в частном селе не так будет сюда ходить, как меняется ситуация. Смотрите, опять попал Болгарин. Рассел прекрасный мастер. Хороший мастер, которого сейчас покажут. Он совершенно другой был слегуритель в боях. В какой манере вообще? Острый боец в атаке. Вот смотрите, в конце третьего раунда на такую кубинку мастера. Я хотел бы заметить, что когда проиграл Алик на Убалтян, оно какое-то такое упрёк заслужил мне, казалось. В начале проиграл не такому интересному мастеру, а в Болгарии действительно просто мастерство в Болгарии скрепло, и видно было, что потенциал у него хороший, высокий. И это незазорно, я бы сказал, проигрыш на Убалтян этому прекрасному фольксеру в Болгарии. Да, ты должен ответить, что Бонидон может, как ты хорошо порекомендовал в первом бою, в Бонидону Шотландову, но, к сожалению, во втором жребне с филом. В Болгарии, который мы тут сейчас видели, который, безусловно, всем понравился, всем, по-моему, не мог не понравиться. И поэтому проиграли пока такому мастеру Весовой категории до 48 килограммов повторяется двухлетней давности история в финале встретится Эрик Гриффин из Соединенных Штатов Америки и купинец Рожеля Маклана.